МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нижегородская губерния установила новый рекорд российской суперлиги. Команда «Пламенная» Константинова одержала 13-ю победу подряд. Наши волейболисты со счетом 3-1 взяли верх в выездной игре против кемерского Кузбасса. Заметим, что до этого триумфа рекорд принадлежал многократному чемпиону страны – казанскому «Зениту». У него максимальное достижение – 12 удачных игр подряд. Но вот скромная команда с берегов Волги и Аки смогла потеснить титулованный клуб. На данный момент в активе губернии 43 очка и безоговорочное лидерство в красной группе. Если смотреть общую турнирную таблицу, то нижегородцы пока идут на втором месте. Выше только все тот же «Зенит». У казанцев 47 очков. В регулярном чемпионате губернии осталось провести только три матча. 6 марта в Одинцово встречаемся с местной «Искрой», а закончим регулярку на родной площадке Дома спорта «Заречья». 9 марта принимаем новосибирский «Локомотив», а закончим встречи против пермского «Прикамья». 27 марта. Нижегородский БКН на ушедшей неделе провел очень важную в турнирном плане игру. Команда Зорана Лукича в Клайпиде в рамках розыгрыша Единой Лиги ВТБ противостояла литовскому «Нептуносу». Напомним, что в этом сезоне клубы уже встречались. 19 ноября прошлого года горожане на родной площадке Нагорного без проблем обыграли соперника со счетом 84-63. Вот и на этот раз черно-белые оказались сильнее – 90-72. Что особенно приятно, в игре против «Нептуноса» сразу несколько игроков смогли набрать больше 10 очков. Троттер, Коробков, Антонов, Яковенко и Панин. Заметим, что этот успех позволяет горожанам продолжить борьбу за попадание в серию игр на вылет. Ближайшую встречу в рамках ВТБ. БКН проведет 3 марта. Игра против столичного ЦСКА пройдет на родном паркете Нагорного. Но до этого еще предстоят матчи в рамках чемпионата ПБЛ. 24 февраля принимаем «Питерский Спартак». А 28 февраля также дома встречаемся со «Спартаком Приморье» в рамках 1-4 Кубка России. Борьбу за попадание в плей-офф продолжает и МФК «Футбол Хоккей НН». Накануне подопечный Андрей Ильина в рамках 18-го тура первенства России среди команд высшей лиги принимали «Липецкий НРК». Этот матч был крайне важен со стороны турнирного положения клубов. Напомним, в конце прошлого года газетчики уступили НРКОМу 2-3. В итоге реванш удалось взять с перевыполнением плана. Липецкая команда только в первом тайме смогла оказать видимое сопротивление. На перерыв ушли при счете 3-2 в пользу нижегородцев. А вот во второй половине встречи на площадке Борского фока «Красная горка» доминировали исключительно хозяева. К сожалению, в этом сезоне футбол-хоккей не так часто радовал яркими победами. Но уж если такое случалось, то с избытком голов. Вот и в этот раз газетчики в итоге наколотили ворота Липчан 9 голов. И каждый как пособие по игре в этот вид спорта. В составе нижегородцев хет-трик оформил Александр Телегин. Дмитрий Смородин и Александр Рогеев записали по дублю. Еще по одному мячу забили Денис Нехай и Илья Рогожин. Нижегородская «Волга» в эти дни проводит вторые тренировочные сборы в турецком Беллеке. Там команда Юрия Калитвинцева встречалась с середняком чемпионата Черногории клубом «Единство» и сбила поле. Отметим, что у речняков с первых минут на поле появились Шатаби Билов и Дмитрий Кудряшов. А на острие атаки выступил Артур Саркисов. Именно он на третьей минуте встречи открыл счет. Заметим, что в этом моменте низкорослый форвард сборной Армении перевисел в воздухе более высоких защитников «Единства». На девятой минуте Шатаби Билов мог развить успех, но промазал с 11-метровой отметки. Итоговый счет встречи в начале второго тайма установил Мать Ядварникович. Он филигранно обработал мяч после подачи от джинжала на дальнюю штангу. И нет раз зима пробил поворотом. 2-0. Очередная победа «Волги» на турецких сборах. Старт практически обеспечил себе выход в плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом. Команда Алексея Дьякова одержала четвертую победу подряд. На этот раз со счетом 5-3 обыграли кемеровский «Кузбасс». Заметим, что пять матчей из восьми в этой встрече были забиты после розыгрыша угловых. Впрочем, были и голы с игры в исполнении Алексея Киселева и Леонида Бедарева. В итоге нижегородцы догнали в турнирной таблице все тот же «Кузбасс». У старта 22 очка в активе и десятая строчка. У кемеровчан столько же очков и девятое место, но при этом сыграно на один матч больше. Так что старт вполне может еще немного подняться в турнирной таблице. Впереди выездное турне по маршруту Архангельск-Москва. А заканчивать регулярный чемпионат будем дома. Принимаем Родину, Кругник и Динамо-Казань. На воде бассейна «Дельфин» прошли матчи третьего тура чемпионата России по водному полу среди женских команд высшей лиги. В качестве хозяина турнира выступил нижегородский ВК «Олимп». Волю календаря на этом этапе пришлось играть против лидеров турнирной таблицы. В столицу Приволжья приехали такие команды, как Кенев из Кириши, Уралочка из Златоуста, а также Ханты-Мансийская Югра. А последнее стоит сказать отдельно. В составе этой команды выступает лучшая ватерполистка мира. Канадка Эмиль Чикос. А вот за «Олимп» в основном играют молодые девушки. Потому и неудивительно, что нижегородки в этом туре смогли одержать только одну победу в матче против казахстанского Айша Биби. Но даже поражение во всех других играх ничуть не омрачает настроение. «Олимп» – команда молодая, но прогресс заметен невооруженным взглядом. Особо впечатляет игра вратаря нашей команды. Можно с уверенностью заявить, что уже на ближайших летних Олимпийских играх в составе сборной России обязательно будут выступать и воспитанницы Нижегородской школы водного пола. Нижегородская молодежная команда «Чайка» даже с проблемами с игровым составом смогла одержать две победы подряд. Правда, справедливости ради стоит отметить, что принимали одного из аутсайдеров первенства – Тюменский легион. Тем не менее, победа – она и в Африке победа. Первый матч закончился со счетом 4-1. Голами в составе «Чайки» отметились Ильин и Голицкий, а Вилков отметился дублем. Вторая встреча снова прошла под диктовку нижегородцев. Подопечные Виктора Доброхотова на этот раз отметились пятью забитыми шайбами. И снова Вилков смог оформить дубль. Кроме того, поздравления принимали Янкин, Вырин и Шураков. Редбул «Петровский лед» – это 611 участников и 10 тысяч зрителей. 16 февраля в Юсуповском саду прошли первые массовые конькобежные состязания среди любителей. Место для проведения соревнований «Петровский лед» было выбрано не случайно. Возвращение массовых конькобежных заездов – это дань традициям, ведь именно за чугунными решетками сада зарождался российский конькобежный спорт. И именно здесь прошли первые в России конькобежные состязания. Также в Юсуповском саду взошла звезда пятикратного чемпиона России – фигуриста Николая Панина, который в 1908 году стал первым российским спортсменом, завоевавшим олимпийское золото. Первые участники появились в Юсуповском саду в 9 утра. За два часа до начала регистрации массовые забеги вызвали среди петербуржцев такой же оттаж, что за 10 дней до соревнований пришлось приостановить интернет-регистрацию. Число заявок превысило все разумные пределы. В итоге к 17 часам квалификацию прошли практически все желающие. Всего 611 человек, при том, что изначально планировалось, что участников будет максимум 500. Каждый из них пробежал один круг по 500-метровой трассе, проложенной по льду пруда. При помощи системы индивидуального хронометража были определены 240 участников, показавших лучшее время. Также был сформирован отдельный список из 30 девушек, показавших лучшее время. Им предстояло побороться за специальный приз. В полуфиналах задача участников усложнялась. Им нужно было пробежать уже не один, а пять кругов. Причем в финал проходили только первые 25 спортсменов, достигших финишной черты. Некоторым это оказалось не по силу, и временами маршалам приходилось отсекать безвозвратно отставших, чтобы они не мешали лидерам. Ну а в финальном раунде 75 лучшим конькобежцам предстояло пройти уже не пять, а 10 кругов. Это почти 5 километров. Настоящее испытание на выносливость. Финальная часть соревнований открылась за бегом среди девушек, в котором тактическую победу одержала Валентина Якшина. Посмотрите, сколько человек, они не болтаются с детьми по улицам, и дети видят вот этот вот спорт, вот эта массовость, правда? При нашем сегодняшнем положении, когда дети сидят за компьютерами и видят ужасные новости. Поэтому я считаю, это вообще супер. Вот побольше, каждые выходные, какое-то где-то мероприятие, какой-то кампании, вообще было бы отлично. Конечно, можно в любом мероприятии выделить мелкие недочеты, но это впервые, правда? И поэтому это здорово. Молодцы организаторы. Спасибо организаторам большое. В мужском зачете борьба была еще более бескомпромиссной. За призовые места упорно боролись сразу несколько спортсменов, атакуя соперников буквально на каждом повороте. Тройку призеров замкнул Богдан Рыбин, серебро Владислава Сорокина, ну а победителем Петровского льда стал Никита Ушнев. По поводу трассы, могу сказать, что вообще трасса для уличного катка очень хорошая, тем более, как на пруду это сделано, это вообще шикарно. Лед хороший, шикарные соперники, очень достойные, то есть пацаны до конца работали, боролись на победу. Все шикарно, все на высшем уровне, да. Кажется, мало простоев, много работали. Ну, люди спортом заниматься хотят, естественно, но когда вот такое видят, думают, я тоже так могу и начинаю заниматься, естественно, потом побеждают. В общей сложности на соревнования пришли посмотреть почти 10 тысяч зрителей, но в самих забегах приняли участие, как бы сказали, 611 спортсменов-любителей. Такая поддержка петербуржцев не оставляет никаких сомнений. С соревнованием Петровский лед быть. Так что до встречи в следующем году, а может быть даже в Ниждем Новгороде. Ну, а в завершении нашей программы несколько позабытая нами рубрика «Кликспорт». И кто сказал, что человек не умеет летать? Может. Еще как может. Музыка «Кликспорт» Музыка «Кликспорт» Музыка «Кликспорт» Музыка «Кликспорт» Музыка «Кликспорт» Музыка «Кликспорт» Музыка «Кликспорт»